Что касается общественных организаций, да, необходимость, однозначная необходимость, потому что, на самом деле, даже взять нашу страну, вот я, когда начинал работу в сфере предпринимательства, свою деятельность, я не заметил, скажем так, самое главное, венчурные фонды. Вот, венчурные фонды, на чем специализируются, допустим, там, в той же Европе и США, это кредиты, финансирование, скажем так, в зоне высокого риска. Вот, то есть, допустим, вот начинающая компания только зарегистрировалась, выбрала направление, вот, она может получить финансирование, ну, конечно, под более, скажем так, повышенную ставку, но, тем не менее, получить у венчурного фонда. То есть, если банк подходит к кредитованию любой компании жестко, вот, то есть, требует финансчетность, самое главное, это залогов, вот, и у большей части, особенно взять малый бизнес, у них залогов просто нет. Потому что, представьте, вы начинаете там, ну, допустим, стоматологический бизнес, у вас арендованное помещение, то есть, вы его заложить в теории не можете. Вот, соответственно, скажем так, а на тот же самый, там, на приведение в порядок помещения, на ремонт, на первоначальные расходы, оборудование в особенности, да, оно требует финансовых затрат, и очень немаленьких. Вот, а банки требуют залога, вот, и, соответственно, как таковое предпринимателю заложить нечего, вот, и в кредите ему отказывают. В этом, в этой ситуации, конечно, помог бы венчурный фонд, венчурный фонд, который принимает эти риски на себя, то есть, и финансирует компанию, и, соответственно, у перспективного, скажем так, предпринимателя есть возможность к развитию. Ну, и, естественно, это, конечно, наверное, ну, если не освобождение полностью от налогов начинающего, да, то минимизация, то есть, скажем так, определенные налоговые льготы для стартапа.